Я хотел бы обратиться к вам. Я видел ваши предыдущие выступления в YouTube. Вы специалист по сравнительному религиоведению. Поэтому, когда вы сравниваете ислам и другие религии, как индуизм, например, вы приводите цитаты из Пхагвадгиты или что-то вроде. Разве вы не думаете, что есть возможность неверно истолковать их и ввести в заблуждение тех, кто не принадлежит этой вере? Как твое имя, брат? Прошу прощения. Твое имя. Шаши в армян. Если будет доказано, что в вашей речи есть неверное толкование, разве это не значит, что вы не смогли выполнить свой профессиональный долг как мусульманин? Брат задал очень хороший вопрос и очень актуальный вопрос, касающийся темы. Хочу поблагодарить его за это. И его вопрос в том, что я специалист по сравнительному религиоведению. Я предпочитаю называть себя студентом сравнительного религиоведения. И когда я цитирую другие писания других религий, будь то Бхак, Гвадгита или Веда или Библия, и если я неверно истолкую это писание, разве это неправильно для мусульманина? Да, это совершенно неправильно, я полностью согласен с тобой. По этой причине, после каждой моей лекции у нас есть сессия по вопросам и ответам. Большая часть религиозных ораторов, будь то индуисты или христиане или мусульмане, большинство, более 90%, после выступления у них нет сессии по вопросам и ответам. Шейх Дидат первый, кто начал это. И теперь, Маше Аллах, многие из нас после каждой лекции у нас есть сессия по вопросам и ответам. Почему? Потому что, если вы не согласны с нами, вы можете задать свой вопрос. Во время сессии вопросов и ответов, если спикеру, включая меня самого, спрашивающий докажет, что моя интерпретация не верна, первое, что я сделаю, я извинюсь и заберу свои слова обратно, если я совершил ошибку. Как мусульманин, я смиренно попрошу прощения. Сначала я скажу, прошу прощения, что неправильно понял ваше писание. И, иншаллах, в будущем я больше не буду цитировать его. В моей жизни, маше Аллах, никогда не было такого за 25 лет моего да'вата. Я могу ошибаться. Я человек, я не идеальный. Не существует идеальных людей. Не было ни одного спрашивающего, который привел бы что-то и доказал мне, что я сделал ошибку. Аль-хамду лилля. Я могу ошибаться. Поэтому мы говорим, задавайте вопросы. Если он задаст мне вопрос, я отвечу ему цитатой, которую сказали его ученые. Я процитирую его. Что теперь вы можете сказать? Я просто приведу ему слова его ученых, чтобы вести интеллектуальную беседу. Это причина, по которой мы говорим. Давайте проведем дебаты. Дружеские дебаты, нет проблем. Но я провожу дебаты только с теми, у кого есть некоторая популярность. Не с каждым Томом, Диком или Гарри. Ты ведь понимаешь? Ты знаешь, если я могу привлечь миллион человек для моего выступления, даже если у вас будет 2%, 20 тысяч человек, я проведу дебаты с вами. С любым Томом, Диком или Гарри я не могу. Поэтому, мое условие, если ты хочешь дебаты со мной, ты должен быть способен собрать минимум 20 тысяч человек для твоей речи. Если я могу собрать 2 миллиона, по крайней мере, собери 2%, хорошо? Если сможешь, собери 20 тысяч на нашу лекцию, и я готов провести дебаты с тобой. А если ты не можешь собрать, позови того, кто может. В мире есть много индуистских спикеров, и есть христианские спикеры, которые способны собрать 100 тысяч человек и больше. В Индии есть несколько человек. Вы знаете, Шри Рави Шанкар, он может собрать 100 тысяч человек. И я провел дебаты с ним. И ты знаешь результат? Ты видел эти дебаты? Да. И каков был результат? Что? Это было не то, что я ожидал. Это было не то, что ты ожидал. Нарушил ли я какие-либо правила дебатов? Я говорю, нарушил ли я какие-либо правила дебатов? Нет. Разве я не ответил на все его вопросы? Да. А он ответил на мои вопросы? Нет. Правильно, нет. Это был один из самых известных индуистских проповедников в мире, Шри Рави Шанкар. И многие люди называли его богом. Но, сэр, что насчет Садгуру? Я думаю, он опроверг некоторые из ваших пунктов. Я полагаю, он без проблем. Позови его на диалог. Я проведу дебаты с ним. Позови его, и я проведу дебаты с ним. Садгуру — знаменитый человек. Спроси его, и я проведу дебаты с ним. Есть некоторые люди, которые взяли часть его речи и возразили мне. Это были некоторые люди, не он сам. Если он хочет, пусть выступит. Нет проблем. Я проведу дебаты с ним, хорошо? Потому что я знаю, что он известен. Любой известный человек, если он хочет вести дебаты со мной, я не хочу. Но если он хочет вести дебаты со мной, я открыт на любую тему сравнительного религиоведения. Индуизм, ислам — нет проблем. Хорошо? Добро пожаловать. И если он укажет на что-нибудь в моей речи, которую я сказал вне контекста, изложенного в индуистском писании, я извинюсь. Я приведу ему ссылки, с которых я достал информацию. Все свои исследования. Это не от иностранных ученых, а от индуистских ученых. Я дам ссылки. Поэтому большинство спикеров говорят, «Да, Закер прав, но...» Потом приходит «но». Многие индусы говорят, что когда они слушают мою двухчасовую речь, они узнают больше, чем узнали за 40 лет их жизни. Потому что я привожу ссылки. Разве Шри Шри Равишанкар упоминал какие-либо ссылки в его речи? Хотя бы одну ссылку. Привел ли он хотя бы одну ссылку, брат? Нет. А сколько ссылок было в моей речи? Кто более достоверный? Человек, который дает ссылки, или человек, который не дает ссылки? Он мог взять заметки. В этом нет ничего плохого. В дебатах ты можешь иметь перед собой заметки. В этом нет ничего неправильного. У меня нет заметок. Но он может их взять. Я не против, если Шри Равишанкар еще раз проведет дебаты со мной. Разве он согласится? Конечно, нет. Даже если вы дадите ему 2 миллиона долларов, он не согласится. Я думаю, он согласится. Но если нет, я уверен, что однажды сам проведу дебаты с вами. Всегда пожалуйста. День, когда ты сможешь собрать 20 тысяч человек для аудитории, я проведу дебаты с тобой. А сейчас ты можешь задать свой вопрос. Я ответил на твой вопрос? Да. Вы ответили. Спасибо. Ты доволен? Да. Я очень рад. Спасибо за то, что принял его. Я прошу, чтобы Аллах наставил тебя. И я буду молиться за тебя, чтобы ты пришел к истине, брат. Большое спасибо.